здравствуйте ну перед тем как перейти к сегодняшней нашей теме я опять хотел бы начать с календаря вокруг светоармянского который пока еще есть который вы можете заказать их правда осталось уже немного но пока что еще можно заказать себе или своим близким календарь на двадцать третий год он у вас сейчас на экране но те которые уже его приобретали в предыдущие годы с девятнадцатого года знают что там по каждому дню что-то есть стать статейка что-то есть из истории армении из арминоведения события факты люди по каждому дню маленькие статейки и я надеюсь он также будет вас радовать круглый год как и все остальные предыдущие календари как его заказать ссылка внизу сейчас тоже у вас на экране как найти эту ссылку я имею ввиду если вы с ютюба смотрите то ссылку под этим экраном должны видеть перейти по этой ссылке и там есть вся информация ну а жители зарубежья то есть те которые живут за пределами россии могут написать на электронный адрес и с вами свяжутся расскажут как это сделать теперь хотелось бы несколько слов сказать по двум вещам вот перед вами сейчас лицо одного человека лицо такого олигофренического типа третьей стадии я конечно не берусь бы не берусь быть профессором стравинским из булгаковского мастера и маргариты чтобы ставить ложный диагноз но видно что парня у парня явные когнитивные нарушения он увидел мой фильм про египет услышал такие имена как ну бар паша аракел бей и вот он там за голову якобы схватился вот я ему хочу сказать если он меня смотрит а у меня точно смотрит ты сначала обратись независимым источником прежде чем за голову хвататься тем более что эти люди о которых я обозначил и рассказал о первом премьер-министре египта и о губернаторе хартума сегодняшнего суда на аракел бей ну просто обратись не надо слушать арутюнова то бишь меня да просто обратись независимые источники и сам все поймешь и почему у них такие титулы бей да будет тебе известно что в османской империи титул бей давали не только османам смысле туркам нынешним да и вообще мусульманом такие титулы получали и христиане в том числе были этнические греки бей были этнические армяне бей были этнические болгары бей так что ничего тут удивительного нет а то что у тебя вот эти явные когнитивные нарушения в твоей черепной коробке о котором я говорил ну вот надо что-то с этим делать уважаемый и значит вторую тему которую я тоже хотел бы озвучить это по поводу репатриантов вот недавно я давал интервью каналу донской союз армянской молодежи в ютюбе есть десам называется можете посмотреть кто не видел я там рассказал о парне армянине гранте из судана который перебрался в армению парень молодой 30 лет ну захотелось ему перебраться на свою историческую родину и жить на своей исторической родине да он родился в африке вырос там корни его в африке но тем не менее вот он захотел он практически год пробыл в армении искал работу там куча людей собрались было помочь ему с работой но это только вот такие вот армянские варианты да да брат сделаем но как бы никто ничего не сделал да но на это ладно махнули рукой и я к сожалению тоже ко многим обращался мне тоже сказали что помогут и тоже не помогли парню ну и в конце концов начались события между россией и украиной в армению прибыло очень много релакантов соответственно армяне обрадовавшись наверное я не знаю подняли цены на жилье и вот эти вот самые возвращенцы репатрианты которые приехали из других стран там не только грант там еще была девушка 23 лет из бразилии армянка которая тоже перебралась в армению чтобы остаться жить работать снимала жилье так вот они хотя бы искали какую-то хоть работу жили в этих своих квартирах что они снимали а потом то местные армяне взвинтили цены ради релакантов ну и что оставалось сделать репатриантом они все уехали во всяком случае из моих знакомых из других стран которые прибыли в армению армяне они покинули снова армению вернулись назад то бразилию кто в африку свою там судан то там сирию ну и так далее потому что это сейчас вы вот иногда на правительство постоянно пеняете говорить что у нас правительство не такое те были хуже это это этот хрен не слаще той ретики да но вы-то сами на себя посмотрите что вы-то делаете неужели действительно для вас деньги превыше всего то есть ладно релаканты но вы же своей жадностью изгоняете из исторической родины тех которые прибыли туда им наоборот должны быть хоть какие-то скидки я не знаю уступки было бы у меня там жилье я бы вообще сказал живи бесплатно вы знаете я вспомнил слова суворова который сказал однажды с грузином можно договориться армянина можно купить чеченца убить азербайджан справа ничего не говорил но для азербайджанцев суворов это древний мир это понятно может он не знал о них поэтому не сказал но вот я сказал то что есть вы знаете слова суворова актуальны по сей день то есть для многих из вас деньги это превыше всего и я сейчас говорю не только о тех кто живет в армении издает свое жилье там могут жить в какой-то избушке зато свою квартиру сдавать за огромные деньги чтобы заработать воспользоваться ситуации я сейчас говорю и по большей части о тех армянах которые сами живут за границей квартиры их долгое время пустовали в том же ереване в арташате в арарате в других регионах армении да а теперь видите счастье привалило они сидят своих мюнхенах берлинах парижах леонах москве и видите ли сдают жилье за такие огромные деньги им абсолютно плевать релакант это или репатриант вы хоть разберитесь терминологии кому вы сдаете и за какие деньги вы в той же москве в том же париже за такие деньги даже квартиры там не снимаете за какие вы сдаете в ереване в два раза выше чем том же берлине или мюнхене поэтому прежде чем говорить о правительстве какое оно у нас плохое было или есть подумайте о себе это правительство это это ваше лицо вот посмотрите в зеркало вот это правительство это ваше лицо может быть поэтому вы постоянно пререкаетесь друг другом спорите где было лучше при том или при этом да и те и другие как я говорил в принципе той же не той же сладкой редьки не буду повторяться ну вы понимаете о ком я говорю вот кто меня смотрит и этим занимается вот о тех я и говорю подумайте об этом иначе вы ничем не отличаетесь от этого парня который я перед этим показал с явным когнитивным нарушением ну все успокоился так сказать надеюсь до вас дошло джамал гасанов сегодня у нас приглашенный гость я его пригласил для того чтобы многие из вас понимали некоторые конечно по жизни может не сталкивались даже с азербайджанцами вам кажется что вот весь народ такой да с армянофобией нет как я и ранее говорил как и армяне в принципе вот видите я начал сейчас с армян есть и такие есть и не такие то есть самые как и вы как и среди любых других народов джамал гасанов наш зритель я его пригласил сегодняшний наш эфир чтобы поговорить о происходящем и вообще об этнической картине закавказе я думаю вам будет очень интересно перед этим я с ним разговаривал несколько дней назад парень мне показался очень начитанный грамотный и по моей инициативе я его пригласил на наш канал чтобы наша беседа проходила среди вас здравствуй джамал здравствуй джамал ну мы недавно уже как я говорил разговаривали давай начнем с того чтобы ну немножко как бы раскрыть образ твои корни ну мы договаривались до что мы будем на ты да твои корни это иранские азари или что-то другое расскажу немного о себе вот я уроженец республики дагестан махачкалинец вот мы себя называем аншари и так бы просто народе среди пор так называете да да то есть диаспора да да и просто народе даже так когда собираемся среди родных или среди друзей мы не говорим друг на друга азербайджанцы у нас не принято назвать друг друга азербайджанцы мы так вынуждены говорить нация над сменом то есть людям других национальности она азербайджанец ну потому что там советском союзе в россии жили азербайджанцы того но что как бы проще проще это все переварить мы между собой называемся персами опер сайт перс а этот персила мы себя называем персами мы себя называем иранцами выходцы из ирана и так далее так далее конечно же азербайджанцы и нас понятия до сих пор существует есть она и не только у нас она есть еще и в иране мы как бы в дагестане выходцы из ирана из таких городов как ордобель табриз вормия заняньчан и так Сегодняшние, допустим, поселенцы республики, они смело могут сказать, что их деды, прадеды, но это, может быть, 19-е. Но наше присутствие здесь, так скажем, на Кавказе, в Дагестане, оно века простирается. Почему? Потому что у нас есть определенный, так скажем, культурное наследие определенное есть. У нас были библиотеки, культурные центры, у нас до сих пор есть кладбище и так далее. Это цари иранские шахи покупали за червоное золото у российской власти и делали эти земли под вакф, давали вакф, что может хорониться только диаспора амшари иранцев. То есть ни один другой народ не хоронится, так как предки позаботились о том, чтобы их потомкам осталось такое наследие, как земля под кладбище. Но это немаловажный фактор. А скажи, а вот язык бытового общения, на каком языке вы в семье разговариваете? На фарсе или на турке? Ну, он, конечно же, азербайджанский сегодня. Он идет азербайджанским, потому что многие на северной части Ирана говорят на этом языке, потому что этот язык оказал влияние, потому что когда тюркское наслоение было на северную часть Ирана, тогда эти северные части Ирана, они, так скажем, получили в наследие от халифата некая разрозненность, раздробленность. Поэтому тот момент удачный для тюркского явления, он был очень удачный, потому что, так скажем, северные жители северной части Ирана не были объединены в какое-то государство, не было какой-то своей армии, чтобы противостоять этому всему. Ну, просто тюркские племена, они оказали влияние на административный центр. Этот язык распространился, очень легко распространился. Поэтому этот язык, он есть у нас, мы не отрицаем его, не отменяем его. Как историческое явление он у нас есть. Но, если мы говорим о своих предках, то наши деды, прадеды все знали фарсию. Наши прадеды знали фарсию, наши прадеды говорили на фарсии. Бывало такое, что закрывались в своих домах, и чтобы никак-никак никто не узнал, соседи могли тихонько говорить дома на фарсии. И тогда... Ну, чтобы не было известно, что кто-то из фарса говорящих, потому что это неблагонадежный народ считался для... Российской империи, да? Да, это была неблагонадежность, и поэтому все фарсоязычные подлежали либо исчезновению, либо выселению. Ну, это касается и азербайджанцев, которые живут на территории Азербайджанской республики, или это только касается азербайджанцев в Дагестане? Ну, так как азербайджанцы, мы говорим, Шхурави, это Баку и так далее, и так далее, они все равно... Хорошее, кстати, определение. Я когда был в иранском Азербайджане, они их называли, я имею в виду азербайджанцы в Иране, которые, они их называли не азербайджанцами, а бакилы, то есть бакинцы. Для них вот эта вот одна страна, Азербайджанская республика, это просто большой такой баку, баки. А азербайджанам они считали свою землю, и себя они считали Азербайджанцами. А вот это вот сейчас вот очень хорошее, кстати, определение, Шурави, то есть советские азербайджанцы. Советские азербайджанцы, да. Есть иранцы, есть шурави. То есть советы, есть иранцы, да. Да, ну я остановился на том, вот что корни азербайджанцев, которые в Азербайджане нынешнем, да, я имею в виду, вот видите, такая путаница пошла. Это вообще. Я понял. Да, и вот те, которые в Дагестане азербайджанцы. Ну, смотрите, смотри, Вадим, так получается, что Азербайджан, советский Азербайджан, он был уже растворен в царской России, как 200 лет после Туркмачадского оберного договора. Это и так далее, и так далее. Так как он уже отошел к России, так как Азербайджан населяли все-таки лезгиноязычные племена, там авароязычные племена. Современный Азербайджан, да. Так называемый, да. Они ближе к России, ближе к этим народам, поэтому им легче было раствориться. Что касается нас, то у нас, ну, на нас не повлияла российская культура, на нас не повлияла российская история, у нас все-таки еще была связь с Ираном, мы все-таки, но для нас это было живое, то есть у нас была живая история, что у нас есть Иран, мы не отделены, то есть мы выходцы из той страны, которая не растворена в России. А азербайджанцы Советского Союза, у них не было как таковой другой территории, другой страны, где бы они могли сказать, что нет, у нас есть там другая живая история, и поэтому мы не растворяемся, не консолидируемся в российское общество. И почему нам было легче? Потому что у нас язык не был стерт, у нас не было стерто там понятия библиотеки, языка, у нас была своя мечеть, свой культурный центр. Я не говорю, что в Азербайджане, в Советском этого не было, это было все. Но у нас не был расстроен язык, у нас еще была связь с Ираном, и поэтому мы всегда, как отдельно считали себя хамшари, и иранцы выходцы из Ирана, поэтому мы не растворялись так, как могли раствориться, допустим, ну, азербайджанцы из Советского Союза, Шурави. Вот. Что хочу сказать по поводу, кто мы на самом деле, Азари или Турки? Ну вот слово Азари, слово Азари, это последняя кость в горле пан-тюркистов. Это последняя кость в горле пан-тюркистов. Да, иранский такой, получается, этноним в среде пан-тюркистов. Да. То есть, если существует слово Азари, если существует история, что азербайджанцы до Ислама были зарастрийцы, если есть понимание, что Бабек был зарастрийц, допустим, Бабек, который воевал с аббасидами, если есть история Атежгаха, храма огня, то есть, если есть слово Азербайджан, Азербайджан, если, так скажем, есть понятие навруза, то очень тяжело, очень тяжело привить тюркизацию, полную тюркизацию, как-то сделали, допустим, для осман. То есть, возможно, но это большие деньги, большее время. Это надо понять, что надо полностью оторвать эту территорию от того, что какие-то народы все-таки с Ираном связаны. Поэтому надо убрать вот эти названия. А пока есть слово Азербайджан, пока есть слово Азари, пока есть у каждого человека, считающего себя народом из Азари, пока у него есть понятие, что он Азари из арийцев, пока у него есть понятие, что он был до ислама зарастрийц, то никак не вяжется это с тем, что его предки были тюрками. Да? Да, Джамал, ну, смотри, мы как-то выкладывали уже видео с переводом с азербайджанскими учеными в конце 20 века, это было в 90-е годы, с Гейдаром Алиевым, которые сидели и спорили, кто они на самом деле, выбирали себе, как им называться. И там одни предлагали остаться азербайджанцами, другие предлагали назваться туркам, у третьих было, чтобы как бы угодить и тем, и другим, называться азербайджанскими турками. И вот как ты считаешь, здесь правильнее было бы все-таки назваться, наверное, азербайджанскими турками, или все-таки к туркам не имеет отношения сам народ этот? Ну, смотри, Вадим, мое мнение, да, мы говорим о моем мнении, как я вижу, на самом деле, справедливость. Вот когда, допустим, приходит человек другой расы, другой этничности, другой национальности, другой культуры, допустим, в республику, где я живу, допустим, ну, пусть таких людей будет тысяча, а в республике живет 100 тысяч. И вот эти, это тысяча прихожан, тысяча переселенцев, они родились уже, они смешались с нынешними людьми, и они сегодня считают себя уже, ну, национальностью данной республики, в которую пришли. Но этнически никак не связаны они с историей данной республики. Так, сегодня, именно вот эти потомки, вот эти тысячи, вот этих тысяч переселенцев, именно они говорят, что они настоящие, настоящие хозяева данной республики, от те 100 тысяч жителей данной республики, на самом деле, не очень настоящие республиканцы. К чему клоню? Если, если, допустим, тюрки пришли в северную часть Ирана, в Шерван, мы будем говорить «Шерван» и «Аран», потому что мы не будем назвать эту землю «Албанией», вообще никак, потому что это не народное название, это не настоящее название, это греческое название. Просто раньше были греки, да, эта земля всегда именовалась «Аран-Шерван», арабское, персидское название. Если кто-то скажет «нет, это вранье», ну тогда назовите нам из арабской или персидской истории летописи те, кто хозяинничал этой территории, где они хоть раз написали слово «Албания», там нет этого названия, то есть народ себя так не называл. Так вот, получается, так скажем, тюрки пришли в Азербайджан и сегодня говорят «И мы настоящие, хозяева этой республики», и сегодня должно называться так, как мы хотим и так, как нам это выгодно и так, как выгодно это большому турецкому врату. Но тут есть Иран и тут есть иранские коренные народы, которые говорят «мы здесь были тысячелетия, несколько тысячелетий, пять тысяч лет, четыре тысячи лет, мы здесь всегда были, с чего мы должны уступать своей позиции? Почему мы должны переименоваться в пользу геополитической выгоды? Ну там из иранских народов по-моему только талыши и таты остались, и тут татов практически нету. Талыши, таты и азербайджанцы это все азари. А если какой-то азербайджанец и вроде генетический тест сдаст, и он действительно где-то монголоидом, халтайцем, то он не азербайджанец. Они боятся этого, они боятся этого, как и турки. Турки, когда сдают свой генетический код, клетку, они обязательно там находят армянские клетки, греческие клетки, даже славянские клетки. Азербайджанцы в принципе то же самое. Там много иранского, как раз больше иранского, чем вообще тюркского. Есть и армянские тоже. Да, потому что соединение с иранским миром у них забирает большую европейскую мечту. их лишает большой европейской мечты. Он их лишает азербайджанцев некоторых, он лишает возможности быть в Европе, в Европе, возможности зайти в НАТО, допустим, может быть, в ООН, я не знаю. Но, допустим, есть два мира. Если зайти в Иран, то значит, надо жить в санкциях, надо жить там в эмбарго, тут будут проблемы. А с Турцией все полегче. Ты считаешь, что проблема вот в этих санкциях против Ирана? Это одна из больших проблем, потому что азербайджанцы не хотят разделить эту судьбу. Потому что это можно прочувствовать в диалогах с азербайджанцами, это можно прочувствовать, когда ведешь общение с ними, что вот в Иране санкции, а там свобода Европы и так далее. Я о чем хотел сказать? Вот просто вот если сравнивать, допустим, иранский мир и тюркский мир, да, иранский мир, он такой более богатый. Богатый на культуру, богатый на историю, как бы современные азербайджанцы они любят, я же вижу, что они как бы более себя некомфортно чувствуют среди тех же армян, среди тех же грузин, у которых есть свои рукописи древние и все такое, у них этого всего ничего нет. Но если бы они считали себя частью иранской культуры, то у них бы всего этого было, причем вдоволь. Иранский, ираноязычный, низамии, многое вся, вот бабек, о котором мы говорили, то есть этнонимы, топонимы, там много чего, кухня, вот иногда вот они упрекают, скажем, тех же грузин, что те готовят чехартма, который якобы тюркское название имеет, или там армян упрекают, что они там бозбаш готовят, который якобы тоже на самом деле бозбаш это не столько тюркская, сколько и из иранской культуры, но в то же время в самой азербайджанской, это же в Афганистане. Да, я знаю, да, тут же Шахар-Бура вот делают, да, это же все названия, в принципе, все кушания, ну, если не все, то 90% названий тех же блюд в азербайджанской кухне, это иранские, названия инструментов, там, САС, там, ТАР и так далее, это иранские, праздники, тот же Новрус, о котором мы говорили. Я ответил на вопрос. Да, то есть, все вот это, культура, вся культура вроде бы как иранская, но их почему-то тянет тюркский мир. Я скажу, я скажу, я отвечу сейчас как тюркомыслящий человек, ну, как скажешь, как сейчас вхожу в голову тюркомыслящего человека, и опять-таки не тюркомыслящий человек. Ну, так как Ираном правили династии, тюркские династии, это все было придумано при тюркских Шахах, и были, все делали тюрки и так далее, и так далее. Это, наоборот, иранцы должны, перцы должны тюркам, потому что все создали тюркские там династии, и так далее, и так далее. Другой вопрос, как это все рубится на корню, есть автопортрет на средине Шаха из династии Каджаров, где он нарисовал себя и сказал, Шах персидский. Другой момент. Все иранские, будем говорить, иранские цари, так скажем, не будем говорить Шах, хан, и так далее, все иранские главы там, цари, называли себя Шах Ирана, Шах ин Шах. Они себя не называли ханами, они себя называли шахами. Но хан это вообще монгольское понятие. Да, они себя называли Шах. Допустим, Азербайджан назван иранским названием, он не назван Туркбайджан, или Туркистан, Турки, да, он назван Азербайджан. Вот. Шах Исмаил Хатай, Шах Аббас, Надр Шах, воевали за Иран и за Азербайджан в составе Ирана. Теперь вопрос другой. Сегодня азербайджанские историки лучше знают о Шахах и об Азербайджане, и то, как должна складываться судьба этих территорий, лучше, чем сафивистские шахи. Другой момент. Если такой тюркский язык был распространен при Шахе Исмаиле Хатай, все было так легко, все было хорошо, и там только азербайджанский язык был главенствующий, Почему Шах Исмаил Хатай сказал, берегите свой язык своим детям? Ведь он и так был в расцвете. Зачем он говорил своим детям, берегите родной язык? Вот. Все эти Шахи себя называли Шахами Ирана. Они растворены в иранской культуре. Теперь смотрите, есть такой момент. Мне говорят, народа Азари не существует, он уже вымерший. Да? И уже даже народ, как бы народ, который жил на территориях Ирана, это иранцы, но они уже оттюрченные, тюркизированные. Так подождите, а почему нельзя назвать сефевидов и каджаров иронизированными? Почему в одну сторону все работает? Почему в одну сторону говорится, что народ происходит по языку, а с другой стороны эти же люди говорят, что народ по происхождению является настоящим? То есть двойные стандарты. Ну окей, почему молчит Иран? Почему молчит Иран? Я скажу, Иран, к сожалению, возможно, не желая этого, но не обладает такими крутыми инструментами СМИ и медиа. Возможно, Иран в этом плане немного, может быть, остает. Возможно. Это первое, как теоретически. С другой стороны, Иран не ставит ставку на нацию, на происхождение, он ставит ставку на исламизацию. Возможно, Иран, возможно, третий вариант. Возможно, это мы в Советском Союзе, так скажем, в России видим, что проблема азербайджанцев и иранцев раздута на самом деле. Возможно, в Иране она так не раздута, и поэтому Иран не вкладывает в эту силу. Если там 10 тысяч в Азербайджане людей скажет 10 тысяч сказалось, но Иран вообще не воспринимает их как угрозу. Иран думает, что это грязь из-под ногтей. Вот у Ирана, я думаю, считаю, что у Иран есть большие проблемы, куда надо вкладывать силы СМИ. Возможно, Иран не будет опускаться на такой уровень, чтобы этим заниматься. С другой стороны, может быть, Иран это ставит на наши плечи, чтобы мы этим разбирались. Но я, если это так, то я с Ираном официально не согласен, потому что многие армяне, вот я уже об этом говорил много раз, за последние годы, вот когда я бывал в Армении и спрашивал у местных ученых-братьев, людей из науки, почему вы так не пропагандируете свою культуру в русскоязычных СМИ, там не издаете книги на русском языке, там, ну на английском они это делают, это ладно, на русском языке вообще мало чего есть. Они говорят, да зачем, говорят, и так все все знают, кто мы, кто они. И к чему это привело, теперь мы все видим. То есть, сейчас можно пойти в магазин, увидеть там какие-то пантюркистскую литературу, изданную Азербайджаном, да, где там Карабах, древняя азербайджанская земля, чуть ли не со времен динозавров, да, и это могут продавать на русском языке. То же самое будут они делать, у них деньги, почему бы нет, они, у них есть фонд Гейдара Алиева, где эти деньги крутятся, где все покупается, все продается, вплоть до науки, вплоть до культуры, вплоть до издания книги, и пока Иран молчит, то есть, их может ожидать та же армянская возможно Иран в СМИ не работает в этом вопросе. Я, я как простой, я как человек, которому, ну, который это больно воспринимает к своему сердцу, да, вот эти изменения все, да, я считаю, что Ирану стоило бы этим заняться, ну, как сказать, там не пацанские мозги, и там думают не такими мозгами, как мы думаем, там, возможно, сейчас какие-то там люди... Греции, кстати, удалось, я не знаю, помнишь ты или нет, вот когда вот распалась Югославия, и на территории Югославии образовались мелкие страны, да, и одна из стран называлась Македония, и вот Греции удалось, чтобы великих греческих там каких-то полководцев, ученых из области Македонии, которые были македонянами, чтобы славянское население, нынешнее славянское население Македонии не считало их своими, потому что это все-таки были греки, и им удалось, что вот пришлось даже аэропорт переименовать в городе Скопье, у них был аэропорт Александра Македонского, сейчас это просто аэропорт Скопье, или памятник у них в центре города Скопье стоял тому же Александру Македонскому на коне, а сейчас им приходится называть этот памятник всадник на коне. Я отвечу, вот сколько мы смотрели греческих фильмов, связанных с Ираном, в очень нехорошем свете выставляет Иран. Даже американские фильмы в нехорошем свете выставляет Иран. Почему? Потому что так выгодно, выгодно очернить Иран в глазах европейцев, европейской молодежи, западной молодежи. Вот, так как, ну, европейцам там или американцам зачем нужны греки? Ну, это просто греки, это предлог, чтобы чуть-чуть очернить, попытаться очернить Иранскую историю. А теперь смотрите. Нет, нет, ты не понял, речь не об Иране. Я о том, что они не дают возможности стране Македония, где славянское население. Я вас понял, да. Я в сравнении с Ираном. Воровать из Азербайджана он так сказать не может, потому что иранцы считают азербайджанцев своими братьями. Иранцы считают их своими. Иранцы никогда не будут считать азербайджанцев отдельным народом. Это никогда это не будет. Так, подожди, если это братья, тогда турки кто? Турки и азербайджанцы не один народ. Ну, но, тем не менее, они же считают одной нацией. Турки это коктейль из народов, это из курдов, из славян, из армян, из греков, это другой народ вообще. Ну, иран же знает об этом. Ну, конечно. Азербайджанцы давно уже от Ирана отвернулись и они повернулись лицом к Турции. Это дело времени. Это дело времени. И азербайджанцы сами вот смотрите, смотри, как сказать, сегодня молодежь Азербайджана к сожалению негативно настроена в адрес Иран. Я считаю, что отчасти что существует тюркизация, что этот народ себя считает тюркским по происхождению. Кстати, уже не говорят по языку, уже говорят по происхождению, да, монголоидами. Да. В этом есть вина отчасти талышей и отчасти армян. Я когда говорю азербайджанцам об Иране, они слышать не хотят. Но когда вопрос поднимается о правде, я говорю, ну давайте уберите израильское сионистское влияние в Азербайджане и уберите турецкое СМИ вещание в Азербайджане или хотя бы посадите двух людей компетентных в вопросах истории и культуры и вещайте это по СМИ, по официальным федеральным официальным каналам. Посмотрим, что, допустим, будут говорить дальше азербайджанцы. Нет, мне ответили так. Если сионистское влияние из Азербайджана уйдет и турецкое СМИ вещание прекратится на территории Азербайджана, иранцы зайдут в Иран. Азербайджанцы зайдут в Иран. Вот так мне ответили. То есть это же не конкретно проблема отдельного народа. Это проблема предупреждения. Ну, понимаешь, сейчас азербайджанцы они окрыленные вот этой вот последней полупобедой в Карабахе, да, когда в 90-х годах воевали там ни Турция, ни, тем более, Иран не вмешивался и 30 лет они были поникшими. Сейчас как бы получается первая победа вообще в своей истории. И вот это вот окрыленность, конечно, им развязывает язык, они что угодно могут сказать. Да, потому что все-таки эти 30 лет они капля за каплей готовили своих детей. Капля за каплей они готовили детей. Да. Они даже если в государстве происходило, может быть, какое-то воровство, если сказать бы азербайджанцу, что это было воровство, но в казну, там, не знаю, вооруженки, чтобы воевать с армянами, азербайджанец просил бы это. Даже азербайджанец готов был бы отказаться от хлеба, но главное, чтобы забрать у армянина что-то, землю. Ну, будем говорить как есть, нейтрально, да? Да, да. Они готовились. А, допустим, на мой взгляд, пусть это никого не обижает, я и в адрес Ирана скажу, что, может быть, нейтрально рассуждаем, да? Да, конечно. Армяне немного расслабились. В том плане, что защищать, потому что наступающий всегда агрессивнее защищающего. Просто уже, видимо, финансирование не туда шло. Возможно, были некоторые генералы. Нет, они были просто на расслабоне. Да, Мангел Душенка уже начал с гущёнками следим давать. Да. Это же, это же просто расслабились, поэтому и проиграли. А раз, понимаете, как бы везде мужики одинаковые, всё зависит от школы, преподавания. Поэтому кто как подкрывается. И финансовое расположение у Азербайджана лучше. И газ нет, возможно, от этого получали какие-то деньги. Не было столько денег, Армения немного разграблена, экономика Армении не такая. Это тоже сыграло свою роль. Поэтому я считаю, что это дало свои плоды в пользу Азербайджана. Немножко ещё обратимся в историю. Вот я пока слушал тебя, мне в голову мысль такая пришла. Когда мы говорили о сефевидах, о каджарах и прочих. Но если посмотреть на корни этих самых каджаров и прочих, то правильнее было бы назвать их туркменами. ведь это же всё-таки туркменские диаспы, как они правильно называются. Харакойнлу, акойнлу. Ну это же продолжение всего этого, понятно. То есть корни у них туркменские. Вот если посмотреть на родословную тех же каджаров... Азербайджанцы не отделяют от... Почему они себя... В принципе азербайджанцы Азербайджанской республики с одной стороны говорят, что вот мы те самые каджары, сефевиды, но в то же время больше примазываются к туркам, а не к туркменам. Как бы они к туркменам больше к ним брезгливо что ли как-то относятся. Почему они себя тогда не ассоциируют с туркменами? Ну потому что туркмения не такая модная и не такая блатная, как Турция. Поэтому туркмения она находится в жаркой Азии. Туркмения она... Ну в жаркой Азии там вылезет туда. Да. Демашхат там и так далее и так далее. Туркмения она не европизированная. У нее нет таких сериалов романтических как у Турции. У туркмении нет таких красивых актеров как Малкутюгул там или как Эрту Грул они снимают там вот этот албанский актер там входит в свои красивые там красивые слова. Да там корни этих актеров посмотришь полунемцы полуалбанцы полубоснийцы украинка то есть Туркмения не умеет делать такой взгляд красивый как турецкие актеры поэтому наши когда смотрят они посмотрят вот это Эрту Грул вот это пантюркистский проект проект пантюркизации Я не посмотрел ни одной серии принципиально просто я когда слышу что кто-то смотрит за моих родных Эрту Грул я просто так реагирую на это очень остро я говорю зачем смотрите вражеские фильмы вот они после этого фильма как зомбируются они хотят быть частью этого красивого мира они построили иллюзию в своей голове они хотят быть частью Туркмении они хотят быть частью Синзяна уйгуров настоят турков вот поэтому это это сыграло свою роль вот а что касается допустим даже на Дршах он же из Афшаров это туркменское племя Афганистана это же ну кто такой азербайджанец это же геополитическое название это географическая территория это есть там курды я говорю об иранском Азербайджане курды армяне там евреи живут там азербайджанцев называют но азербайджанцы это азарей что касается Ширвана то там тоже азарей любой азербайджанец который ну не тат не талыш а настоящий азербайджанец вот такой внешности да допустим это азарей это настоящий азарей скажи чем может грозить той же России может быть Ирану а может даже и самому азербайджанскому народу пантюркизм может быть он не так на самом деле страшен и плох но объединились допустим там одной дорогой от Турции до Якутии тем не менее вот мы даже видим Россия особо-то не обращает внимания на какую-то опасность я я скажу если тюркский мир так скажет так скажем объединиться это как сказать как сказать что Лада Приора может быть Мерседес почему потому что такого в истории нет генетической памяти нет объединения тюркских народов единое государство но они разные понятно они в Нижске разные даже даже если это возможно чем грозит мое мнение опять-таки чем те глупые блогеры которые говорят что вот тюркский народ тюркское явление там и так далее что мы объединимся тюркским народом ну давайте посмотрим просто на Турцию первое мировое когда великую Османскую империю разгромили Великобритания сказала мы вас почти отсечем пуски Бессарабию заберем а вот не хочешь больше потерять территорию слушай как мы тебе говорим и делай как мы тебе говорим поэтому политика Турции она невозможна без указания Британии Англии это ладно хорошо под допустим под главенством какого именно государства должно образоваться тюркское государство ну естественно Турция наверное со столицей в Анкаре почему допустим не Табрис почему не Табрис или почему допустим не Синьцзян или почему не Туркмения хорошо вообще правильнее было бы Кызыл и название тюркское и там как раз откуда тюрки вышли да и Шойгу сам по себе это будет я вот что скажу если тюркские так скажем в теории тюркские государства не соведины значит уже будет своя религия будет понятие своей религии это не будет мусульмане это невозможно они отойдут от норм ислам потому что ислам пришел объединить все нации они не будут мусульманами они ну не будет единой религии как мусульман потому что ислам наш пророк он пришел как объединить все национальности одни все народы да потому что Коран бы говорит что я создал вас разными народами чтобы вы познавали тюрк тогда получается что есть отдельный тюркский мир и они вот вот единое государство и только а если человек хочет войти в тюркское государство он должен стать тюрком или принять их религию и так далее то есть уже будет исчезновение как таковой исламской цивилизации будет заменена на определенную тюркскую цивилизацию во первых кто будет курировать эту тюркскую цивилизацию будут ли отдельно непредвзятые личности которые смогут держать эту непредвзятую культуру вот поэтому это невозможно это невозможно это даже невозможно сегодня объединить все иранские народы в единое государство даже вот а у Ирана тысячелетия существовало всего лишь 200 лет откололись допустим при Гаджарах много территорий потеряли даже сегодня Иран не может надеяться на то что все иранские государства объединятся а кстати одно из немногих государств Иран которое никогда не прерывало свою государственность надо это заметить кто бы ни кто бы ни приходил даже если халифат даже если там юрское влияние нет даже при халифате они придумали свой акцент ислама да который существует до сих пор и он отличается от суницкого ислама а я вот что хотел еще спросить ведь у современных азербайджанцев видимо либо у них в истории об этом ничего нет но зато есть это в мировой истории во всех других учебниках истории а ведь в тех же в том же 18 веке у них были войны с турками османы убивали и грабили предков нынешних азербайджанцев это же было такое в том же Тебризе например но это не именно 18 век это и раньше было да и раньше было да и Сулеймане и позже было тоже я вот как-то показывал Маркову да просто понимаете есть народы с имперскими амбициями с имперской памятью это турки сегодня я могу назвать сказать что это народ с имперской памяти генетический фон что есть у нас была империя мы вернемся к этому то есть никогда я могу сказать что турки это народ с имперской памяти они никогда не откажутся от того что они когда-то были великой империей влияющей на другие народы Англичане это народ с имперской памятью. Я могу сказать, что японцы и персы это люди с имперской памяти. Турки никогда не откажутся от имперских амбиций. И они никогда не примут азербайджанцев в составе своего государства, пока они называются азербайджанцами. Даже слово «азари» они полностью их туркизируют. Вопрос. Вхождение азербайджанцев в состав Турции должно гарантировать вымывание их этнической самосущности. Но в Иране прекрасно работает и прекрасно существует эта самосущность, самосознание азербайджанцев. Потому что ученые многие в руханьяте, в духовенстве, азербайджанцы, иранские азербайджанцы. Да. Ахмадин Иджиад, этнический фарс говорит, допустим, стригбун, стригбун говорит, допустим, на азербайджанском языке. Ну, он калыч, насколько я знаю. Ну, он персоязычный, так скажем. То есть нет притеснения в Иране азербайджанского как такого этноса. Его вообще не существует. Потому что в фильмах есть это. А в Турции, в Турции, очень часто мы видим в сериалах, в фильмах, я могу вам скинуть эти видео, где якобы азербайджанский, турецкий сериал, где азербайджанские солдаты идут забирать карабах. И говорят очень странно эти азербайджанские солдаты на турецком диалекте. Вопрос, а что, в Турции что, азербайджанского диалекта не понимают? Почему нельзя говорить на азербайджанском диалекте в турецком сериале? Что интересно, два флага, турецкий и азербайджанский. Ну, хорошо, если они были бы рядом. Они не рядом, азербайджанский под турецким. Ну, это же внегласный намек на то, кто мы и кто вы. А в иранских фильмах есть отрывки, где на азербайджанском могут говорить. Но это же все сказка и мулька, что в Иране притесняют азербайджанцев. Что касается столкновения. На руках фарсов, так скажем, фарсов, нет крови азербайджанцев. На руках осман, турков, есть кровь азербайджанцев. Есть кровь азербайджанцев. Я когда говорю, они же убивали, резали. Мне говорят, это по масхабу было. Вопрос, а не будет ли резня азербайджанцев-шиитов по масхабу опять в Турции? Не повторится ли эта история? Или азербайджанцы должны отменить свою религию? То есть, всякие. Мне кажется, их любовь к туркам может привести и к этому. Если они себя уже тюркизировали до такой степени, то что им стоит масхаб изменить? Легко. Правую школу сменить масхаб. Абсолютно. Да, вот, Вадим, смотри. Сулейман Султан. Сулейман Султани отправил гонца. И тут идет там стих целый читает. Я там, Сулейман Султан отправляет письмо. Он говорит, что я султан таких-то, таких-то, таких-то земель. Я султан Азербайджан. Азербайджан еще не зашел. Он уже султан. Он уже себя. Я султан такой-то, этот хеяр. Такой-то, такой-то, такой-то. Зашли турки и османы и сказали, преклоняйтесь перед нами. Входите в состав Османской империи и преклоните колени перед султаном. Табрисы говорят, что мы ни перед кем не склоним колен, как кроме перед Аллахом. Кто такой султан? Мы не признаем его наместничество над нами. Они выгнали. Погнали гонца. Идет весь до султана. Теперь султан говорит Факиху, ну, кто фертвой пишет, он говорит, табрисцы не преклоняются. То есть это, я говорю и тем азербайджанцам, которые говорят, что табрисцы наши братья. Вот смотрите, азербайджанцы, вот ваши братья в Табрисе не преклонялись перед турками. Они говорят, мы не будем преклоняться. А вот Факих, осман, которых вы любите, осман, вот этот Факих сказал, что кровь шиитов в Табрисе халяль, то есть кровь ваших братьев в Табрисе халяль, резьте, убивайте, за это вы попадете в рай. Оттуда пошло понятие кровь шиитов в Табрисе халяль, из Османской империи. И они вырезали ночью. Говорится, что около 40 тысяч табрисцев вырезали ночью. Ну, это ладно. Обратите внимание, что долго там османы не задержались, их прогнали. А прогнали когда? Когда Иран, иранские территории, Астаны, ну, республики, были разделены, с ними и то воевали годами. С раздельными Астанами. Но когда Иран объединился, и когда у Ирана появлялся государь, который объединил армию и мог ее вести, Иран не выигрывали. Но когда появлялся государь, который, как каджары, а мы не хотим, а того вам дарим, а мы воевать не хотим, нам это неинтересно, армию не спонсируем, армию не кормим, тогда все проигрывалось. Вопрос другой. В полтысячелетия османы-турки воевали с иранскими азербайджанцами. Это не прекратится, это генетическая память. Это не прекратится. Чамал, у нас хронометраж увеличился. И давай, наверное, перейдем уже на последний вопрос. Наверное, такой актуальный на сегодняшний день по поводу Бердзорского коридора, или как азербайджанцы называют, Лачинский коридор. Известно, что вот уже больше чем полмесяца 130 тысяч армян находятся в блокаде. Экологи, активисты с убитыми голубями и в шубках. Это все понятно. Как ты считаешь, это тоже часть плана пантюркизма для того, чтобы обменять вот этот самый Лачинский коридор на Сюникский или Зангезурский коридор, чтобы объединить Турцию с другим тюркским миром? То есть, что-то дадут армянам взамен, если они потеряют... Да, да. Ну, в смысле, армянам дадут взамен дорогу в Арцах, в Карабах, да? А те, наоборот, дорогу в Турцию, в Нахичевань. Смотри, государство, которое теряет пять своей земли, признается очень слабым. Оно слабое. То есть, значит, завтра будет выдавливать еще больше. То есть, кто... Смотрите, если считается, что армяне не хозяева единические, не автортонный народ, а это все территория их, то вообще армянам кто что гарантирует? Армяне ничего не получат. Вообще ничего не получат. Они максимально могут получить еще большие проблемы. Но, к сожалению, я считаю, что у армян больше безвыходное положение, чем с возможностью. Наверное, какие-то там реформы надо вводить в политику. Нужно просто вводить международных миротворцев. Вот и все. Об этом я всегда выступал. Говорил сам. Еще когда был Арцах, скажем так, вне Азербайджана, то есть до 2020 года, да? Я об этом говорил, поднимал этот вопрос, на меня даже сами армяне взъелись. Но теперь они уже понимают, что все-таки эти миротворцы нужны там. Кто хочет сегодня пачкаться, умирать, тратить свои деньги, финансы ради другого государства? Тем более ради государства, у которого нет каких-то ископаемых, там придут газа, нефти, влияние, выхода, допустим, на другие государства. Франция предлагала изначально там с греками, потом скандинавы вроде бы как тоже предлагались. Никто из Европы не придет и не поможет армянам. Это единственное, что можно сделать. Это не давать соединяться туркам с азербайджанцами. Почему? Потому что это план сианистов. Это укрепить вот эту территорию, оторвать границу Ирана с Арменией. И тем самым легче будет вредить Ирану. То есть Армения, она нужна Ирану. Ну, нужна. Что сказать? Потому что это выход все-таки. Это стратегия. Ну, значит, Ирану нужно на какое-то время забыть о том, что на том берегу Аракса живут тоже мусульмане-шииты. И все-таки немножко трезво взглянуть на ситуацию. Если говорить о политике, о политике с душой, если говорить, что есть политика, у которой есть большое доброе сердце, это вранье. Почему? Потому что политику и влияние отношения с государственными не мерят на народ. Не мерят. Не важно, какой там народ живет. И не важно, какой народ испытывает к тебе чувства. Важно, как влияет государство этого народа. То есть проблема уже не большого государства, так скажем, давайте конкретно бы назвать. Проблема не Ирана в отношении, или Иран должен вести какую-то политику определенную, чтобы, ну, как-то чувства азербайджанцев не задеть. Нет. Если от правительства Азербайджана идет порча отношений с Ираном, который может вредить азербайджанскому народу, значит, азербайджанский народ должен поднять вопрос. А государство наше ли? Наше ли государство наше? Понимаете? Это уже вопрос. Иран не должен идти на уступки Азербайджана. У Ирана поставил Азербайджану условие, что у нас есть свои территориальные интересы. То есть Ирану невыгодно изменение территориальной собственности. Ни в адрес Армении, ни в пользу Армении, ни в пользу Азербайджана. Ирану не интересно, чтобы сегодня армяне поднимали исторический вопрос своих земель. Там это наши земли, там наши земли. Нет. И Азербайджан, Ирану не вынужден, чтобы Азербайджан поднимал вопрос. Там наши земли, там наши земли. Вот как есть сегодня эти границы, вот так и должно остаться. Потому что изменение границ ведет за собой смерть. Ну как это изменить? Только война. Ладно, Джамал. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу, за разговор. Мы еще не виделись воочию. Надеюсь, увидимся. Надеюсь. Да, дай бог. Ну а с нашими зрителями я прощаюсь. Я хотел бы также попросить прощения. Меня почти около трех недель не было в эфире. Занимался кое-какими своими делами. Но теперь буду выходить вовремя. Ну и всех благ. До свидания. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова